Я нахожусь в филармоническом обществе Санкт-Петербурга и сегодня мы поговорим о знаменитой скрипачке Реджины Картера. Реджина Картера. Родилась она в 1968 году. То есть это вообще новое поколение музыкантов. В 70-е и 80-е годы в списках инструментов, о которых вообще говорим и где отмечаем каких-то лауреатов, скрипки вообще не было. Скрипка в джазе, да, она применялась. Есть замечательные скрипачи, есть Стевен Граппелли в Франции, есть Эдди Лэнг, гитарист, который побирал себе все партнеры скрипачи и дуэтом играл только так. У него был клуб в Нью-Йорке, в котором другой музыки не было. Он на акустической гитаре и какой-нибудь скрипач. Вот были скрипачи такие, как Став Смит, Эдди Солт. Это были разные люди. Кто-то был американцы, кто-то из белых. Но всегда скрипачи требовали какого-то такого маленького ансамбля и не претендовали на большой фестиваль, на большой шум вокруг. Им не нужны были трубы, тромбоны, и не надо было светиться. А ансамбль скрипачей никто не собирал, тоже скрипачей должен быть один. И вот именно поэтому скрипка, наверное, не была уделена вниманию. И вот появляются какие-то скрипачи и солисты, которые вдруг начинают играть и джаз, и классику. Вот тут начали думать о том, а почему мы не включаем, собственно, скрипку. Люди джаз играют совершенно правильно. Может, они не все стандарты знают, это их частное дело, но они играют и джаз тоже. И вполне грамотно, и с хорошим звуком, с использованием Абертонов, с хитростями всякими штучками, которые типичны для трубовых инструментов, но не типичны для классической скрипки. Так вот, что касается Реджины Картер, сверхобразованная леди. Никаких препятствий в семье позволили ей заниматься, чем она хочет. Она четыре года уже играла на скрипке великолепно, затем она поехала учиться в консерваторе Новой Англии, это в Бостон. Затем она ходила постоянно на мастер-классы таких людей, как Ицхак Перлман и Иудимий Млыхин. То есть она всерьез интересовалась музыкой вообще. И вот, наверное, наступило в 80-е годы такое время, когда вообще стали забывать люди, что за признаки джаза или музыки не джазовой, просто если и хорошая музыка, публика начинает ходить на этого интересного человека. Вот и всё. Поэтому вот это первый пример такого, знаете, инструментализма, когда человек подходит всюду. И о нём говорят сразу в двух различных классах. В академическом классе и в таком. Давайте мы послушаем, как играет Риджена Картер, исполнит такой маленький романс, в котором, по-моему, проявит уважение огромное к инструменту, который она любит, и к мелодической красоте, которую именно только скрипка может донести до человека. Риджена Картер Риджена Картер Риджена Картер Риджена Картер Риджена Картер Риджена Картер Чтобы обоевать в себе уважение в джазовом мире, надо обязательно играть всё-таки джазовые стандарты или присоединяться к музыкантам, которые сочиняют джазовые стандарты. Риджена не торопилась становиться композитором. Вот это её мало интересовало. Она была исполнительной. Но она была ещё к тому же очень эстрадная дама. Она меняла платья, она меняла платья, она меняла платья, она меняла платья, вставляла перья, выходила в одном костюме, в другом костюме. Для музыканта, играющего на ударных, это сушеннейший пустяк. А для скрипачки женщины это всё-таки что-то значит. И трудно сказать, кому-то это по вкусу было, кому-то не по вкусу, но она удивляла народ, и народ заинтересовался ею. А она подчёркивая, что она и консерватор в том числе, она сознательно играет иногда пьесы, которые все знают. Давайте послушаем, как она играет. Мут Индиго. Это Дюк Эрлингтон. Дюк Эрлингтон Дюк Эрлингтон Дюк Эрлингтон Дюк Эрлингтон Наконец, в 1995 году в строке скрипка Реджин Картерс начинает постоянно занимать первое место. Дюк Эрлингтон. Дюк Эрлингтон. Дюк Эрлингтон. Дюк Эрлингтон. Дюк Эрлингтон 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! В создании карьеры играют фестивали американские. Фестивалей очень много, и если у тебя хорошее отношение со всеми менеджерами и продюсерами, ты можешь выступать практически каждую неделю, потому что каждый уикенд где-то проходит фестиваль. Да, надо перелетать огромные расстояния и прочее, но захватить ещё Европу, Малую Азию, где всё это есть, Австралия. И она вообще попутешествовала достаточно. Реджина Картер – очень известная путешественница и очень скромная. Она мало дает интервью, если о чём-то спрашивает, она очень умно, тонко объясняет, что, как и где, никогда не рассказывает о своей личной жизни, никаких скандалов, как это часто делается в женском мире на эстраде. И поэтому к ней все очень желательно относятся в всё время, я это отметил. И она охотно входила в любые составы, если её пригласили, она смотрела, что там, ага, можно. И таким образом ей удалось поиграть с разными людьми, поиграть разную музыку, поиграть сольные пьесы, поиграть какие-то компании какие-то, где она два звука берёт. И всё это интересно и входит в её дискографию. Сейчас мы послушаем, как на одном из фестивалей, самых популярных, пожалуй, американских фестивалей, она поёт Гершина, играет Гершина, Lady B. Wood. Будьте добры! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok